Всем привет! Меня зовут Пётр Воликов, вы смотрите Спорт Шрёдингера и у нас выпуск сразу про несколько видов спорта. Такое уже было у нас, так что, дорогие друзья, мы продолжаем такую тему. Будет и про теннис, и про хоккей, и про бокс профессиональный и любительский. Ну и про ММА, конечно, тоже поговорим. Какие шансы у Елены Рыбакиной выиграть Ролан Горос и что у неё там по сетке? Почему топ-клуб КХЛ подписывает нападающего сборной Казахстана, а Борис забил на него и вообще готов сделать миллионером канадского вратаря? Кто бросил вызов Геннадию Головкину и кто из казахстанцев приблизился к нему в рейтинге, сразу скажу, это не Женебек Алимханулы. От кого получил вызов Шавкат Рахмонов и кому он бросил вызов сам, кто из казахстанцев собирается покорять зарубежные лиги, об этом и не только будет сейчас в выпуске, для вашего удобства есть тайм-коды. Кому интересен тот или иной вид спорта, тайм-код. Пу-чу-пау-пу. Приятного аппетита, кет. Друзья, и сразу небольшая просьба, надеюсь, в этот раз она сработает. Оказывается, не все знают, как важна подписка на канал. Если вы регулярно смотрите наш канал без подписки, то сегодня время пришло нажать на эту заветную кнопку. Один ваш клик безумно поможет нашему каналу чаще попадать в рекомендации на ютубе. Рахмед за ваши комментарии и лайки. К выпуску поехали. Ну а начну я с тенниса. В Париже стартовал второй в сезоне турнир Большого Шлема. Казахстан в одиночном разряде на Ролан Горос представят 4 игрока. Это Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик и Тимофей Скатов. Ой, это молодой пацан, который бьется током. Ох, крыль тыщ. Трое попали сразу в основную сетку и только 22-летний Скатов пробивался через квалификацию. В первом круге Рыбакина сыграет 16-летней брендой Фрухвертовой из Чехии. Соперницей Путинцевой будет Марина Заневская из Бельгии. Бублика ждет итальянец Джулио Зепьери. Ну а самый сложный соперник у Скатова Балгарин Грегор Димитров. Бывшая третья ракетка мира, победитель итогового турнира и полуфиналист трех турниров Большого Шлема. Для Скатова самоучастие уже победа. А Бублик не скрывает, ненавидит грунт и не умеет на нем играть. Стоит нам ждать маты типа... Ну, это правда так не говорит. Пора научить другие маты, эй, Саня! Сюрприза можно ждать от Путинцевой. Она дважды доходила до четверть финала Ролан Гарос. Правда, это было 7,5 лет назад. А вот Рыбакина подходит к турниру в статусе. Четвертой ракетки мира и третий фаворит. По сетке Рыбакина не должна испытать проблем до 1-8 финала. Там, возможно, будет неудобная бразильянка Беатрис Хадатмая. Она неплохо играет на грунте и одна из немногих, кто имеет положительную статистику против Лены 2-0 по личкам. В чередфинале может случиться повторение финала Уимблдона против Онс Жабер из Туниса. С первой ракеткой мира и действующей победительницей Ролан Гарос Игой Швентак Рыбакина никак не пересечется раньше полуфинала. А с Ариной Соболенко не раньше финала. Это, конечно, ориентировочные расклады. На Ролан Гарос очень часто случаются сенсации. Грунт не главное покрытие для Рыбакиной. Но не надо забывать, вообще-то первый ее большой успех был как раз-таки на этом покрытии. Два года назад Лена сенсационно победила Сирену Уильямс и дошла до чередфинала на Ролан Гарос. В этом сезоне не грунтовик Рыбакина взяла первый титул «Тысячник на грунте» в Риме. Со стабильностью Лены есть уверенность, что и на Ролан Гарос она может дойти очень и очень далеко. За каждым матчем Лены и других казахстанцев на Ролан Гарос удобно следить, конечно же, через наш телеграм. Там будут ссылки на прямую трансляцию, приблизительное время и, конечно же, результаты. Ссылки на телегу в описании. Идем дальше. Тут у нас хоккей. Слишком много хоккей стало на спорте Шерёдингера. Там даже на нас так ММА и бокс посмотрят, типа, ревниво. Эй, вы что, французы забыли? Хоккей, хоккей, что нет? Там реально, пи***ц, бардак. По-другому не могу я сказать. Главное открытие Чемпионата мира в составе сборной Казахстана Максим Мухаметов после трёх шайб пошёл на повышение. Подписал контракт с Металлургом, топ-клубом Восточной конференции КХЛ. К 24 годам у Макса пока ноль минут в КХЛ. В прошлом сезоне Андрей Скобелко после сборов не оставил его в Борисе. С подписанием Мухаметова в магнитку удивляет, что Борис вообще, кажется, не боролся за игрока. Борис по-другому смотрит. Мы уже говорили же в прошлом выпуске. Чё, он канадец? Нет. Обычный Казахстан. Ещё могут подписать из России парня из ВХЛ какой-нибудь, седьмой команды. Это нормально. Ну а лично за Максом можно порадоваться. Это пример для наших молодых игроков. Пять лет назад он проигрывал конкуренцию в молодёжной сборной. И проехал мимо Чемпионата мира в элитном дивизионе. Но на взрослом уровне карьера Мухаметова сложилась куда успешнее, чем у снайперов той команды. В позапрошлом сезоне Мухаметов выбил больше 10 шайб чемпионата Казахстана. Но по-настоящему раскрылся только в завершившемся сезоне. Набирал уже больше очка за игру. С умением нового тренера магнитки Андрея Разина раскрывать молодых игроков из ниоткуда, возможно, Мухаметов и в металлурге выстрелит. Для сборной это будет реально огромный плюс. Макс, тащи родную. Давай, брат. Если нас смотришь тоже, мы же не знаем, там тоже по клавиатуре туда-сюда буквами сделаю в комментариях. Ну а что в самом Борисе? Лучший процент сейвов на Чемпионате мира не убеждает боссов клуба. Андрей Шутов и Никита Бояркин могут сколько угодно тащить в сборную. Но в клубе опять будет первый номер легионер. Да ещё и с огромной зарплатой. Ну или личкой. Про хоккей снимаем сколько, да? Я не удивлюсь, что где-то в нашей огромнейшей стране есть какой-нибудь батя, да, который хочет сына отдать на хоккей. Потом думаю, наверное, лучше в Канаду отправлю. Это же хоккейная страна. Элита. Он поет в Канаду, но... А там в Канаде ему скажут, братан, короче, давай мы тебе паспорт дадим. Ты давай езжай обратно в Казахстан. Там нас любят, там будешь играть. А у нас в Ванкувере, в Монреале делать не хуй. Давай обратно. Тю. С лока он вообще вылетел в первом раунде. Здесь, конечно, базаржок Паскуале топ, но большого интереса на рынке к нему не было. И он явно должен был пойти на сильное понижение, учитывая лимит на легионеров КХЛ. Но спасибо Борису, полтора ляма канадцу гарантированной. Президент Бориса Борис Иванищев после таких контрактов еще умудряется жаловаться. Клубу не хватает денег на детей. Не, батя мой смотрит, говорит, материшься много. Вот прям здесь напрашивается. Батя, прости, блядь. Ну это пи***ц. Это что за хуйня? На детей нет денег. А на Паскуале, блядь, есть. А если Паскуале был бы ребенком, вообще пи***ц. Потому что и детям нужно же, и Паскуале. А Паскуале ребенок вдвойне нахуй денег. Ну и вообще будет эпично, если самым дорогим вратарем Борис выступит, как в последнем сезоне, с последним местом. Уже не знаю, что нужно сделать Шутову и Бояркину, чтобы получить шанс. Точнее, Шутову знаю, что надо подписаться с нужным для скобелки агентом. Еще одна хоккейная новость. Казахстан проиграл гонку за проведение чемпионата мира 2027 в элитном дивизионе. Не помог даже прошлогодний визит президента Международной Федерации Хоккея, кто ка его. Заявка Германии получила в три раза больше голосов. Международная Федерация в другие времена была бы рада впервые провести чемпионат мира в Азии. Но ее смущает, что Борис продолжает играть в КХЛ, несмотря на войну в Украине. И исключение России из международного хоккея. Самое обидное, что чемпионат мира по хоккею, это кажется, единственный большой турнир, который мы могли бы получить, не тратя огромные деньги. У нас уже есть две современные арены в Алматы и в Астане. Для матча чемпионата мира там было бы достаточно поменять рисунки на льду и бортах. Ну и для интереса к хоккею это было бы грандиознейшее событие. Даже на проходных матчах были бы полные трибуны. Ну а как не топовая сборная может играть при своих, мы видели на этом чемпионате мира, где Латвия впервые дошла до полуфинала. Лично мне, в общем, очень жаль. Дальше идем к виду спорта, который ближе к спорту Шрёдингера, чем хоккей. Это, конечно же, бокс. Обновился рейтинг WBC. И в среднем весе сразу два казахстанца могут получить бой с чемпионом Джермалом Чарло. На первом месте это Геннадий Головкин. На втором неожиданно теперь Мейрим Нурсултанов. Геннадий объяснимо, почему первый бывший объединенный чемпион, лучший действующий средний вес, главная звезда этого веса. А вот Мейрим ко второй строчке двигался постепенно. 19-0 дрался в США, Казахстане, России, Польше и в Южной Корее. Менеджер Мейрима Эгис Климас, он же ведет Дженебека Алимханулы, а еще Василия Ломаченко, Александра Усика и Сергея Ковалева. Второе место в рейтинге, конечно, не гарантия, но Нурсултанов максимально близок к чемпионскому бою. Не исключено, что скоро титул может перейти к временному чемпиону Карлосу Адамесу. Чарло не дерется два года и, возможно, уйдет в суперсредний вес. Для Адамеса Нурсултанов был бы хорошим вариантом, учитывая, что доминиканец сам небольшая звезда. Хотя интереснее было бы увидеть Адамеса с Женебеком Алимханулы. Там и объединение поясов, и история о ней бывшие спарринг-партнеры, кто не знал. Ну а что сам Геннадий Головкин официально, он еще не завершил карьеру. Про мутер Том Лиффлер мямлит, Геннадий еще вернется, но пока он с семьей. Спросили про бой с Билли Джо Сондерсоном, который тоже собирается вернуться. Лиффлер говорит, все возможно. Все, в принципе, может быть, но мы не знаем, где Гена. Он с семьей. Короче, жаль, что не спросили про Джона Райдера еще. Сам Джон на этой неделе рассказал, что бой с Головкиным – это его мечта. Они могли реально встретиться два года назад. Тогда Райдера даже специально засвечивали в андеркарте Геннадия. В мае Райдер дал хороший бой Канелу и сенсационно достоял до решения. Отличный соперник для Геннадия в Британии. И думаю, что даже в 41 Головкин будет огромным фаворитом. Но с каждым днем без новостей про Геннадия кажется ближе завершение карьеры, чем прощальный бой. Из профессионального бокса в любительские триумфаторы чемпионата мира вернулись домой и пока получают должное внимание. Красавчик. В Астане спонсоры подарили квартиры Нурбеку Оралбаю и Санжару Ташкинбаю. Красиво встретили дома и Сабырхана Махмуда, Дулата Бигбауа и Асланбека Шумбергенова. Правда, отдохнуть им толком не удастся. Уже 12 июня сборная начнет учебно-тренировочный сбор. На него приедут сборные Японии, Филиппин и Бразилии. Отсмотрят кандидатов к осенней Азиаде, где будут разыгрываться лицензии к Парижу. Короче, в новой квартире поваляться не получится. А уже в конце июня сборники должны выступить на турнире Елиорда-Восстание. После чемпионата мира Марзагаля Айджанов сказал, что сборной нужно усиливать работу по медицине. Имеет в виду законные методы. К сожалению, в сборной перед Ташкентом чуть не разгорелся допинговый скандал. Саматарит Ольтаев принял какие-то там витаминки. По информации коллеги Лени Юрьева с его телеграм-канала Бей в кость, скоро может и второй допинговый скандал быть в сборной. Но не переживайте, это не первый номер сборной. Так что нормально. Ну и напоследок про ММА. На этой неделе громко заставили говорить о себе женские бои. Сестренка Шавкат Рахмонова, Сора Рахмонова, навела шороху своим нокаутом над бывшей чемпионкой Найза Валерией Корыгиной. Сейчас об этом пишут уважаемые американские ММА-сайты, как ММА-джанки, например, и куча западных пабликов. Все, конечно, ждут Сору в UFC. Пары брат-сестра там еще не выступала. Президент Найза Нурбек Карабала говорит, что вероятность подписания Соры реально есть. Она выступает в наилегчайшем весе. Это 57 килограмм, где чемпионкой недавно была Валентина Шевченко. Есть и другая перспективная казахстанка Айян Турсын. Возможно, самый универсальный боец и среди мужчин, и среди женщин. Главное достижение бронза чемпионата мира среди любителей. Но выступала везде от Джек Пизжек до Тэквондо. Профи Айян бьется в казахстанской лиге Октагон. Страшно усыпила соперницу в последнем бою. А перед боем сказала, хочет попасть в UFC и стать там чемпионкой. Пока из наших девушек в UFC Мария Агапова, которая восстанавливается после тяжелой травмы. И в этом году она еще не выступала. Но другие девчонки тоже подъезжайте в UFC. Тоже топ. Еще из казахстанских бойцов на повышение могут пойти Дамир Толенов и Али Кабдула. Али снова ушатал с локтя бразильского соперника. И теперь должен получить контракт с лучшим промоушеном Азии One Championship. Ну а Дамир после рекордной защиты титула Октагон собирается на запад. Учитывая, что в его весе в UFC уже есть три казахстанца. Видимо это будет ПФЛ, Беллатар или например LFA. У Беллатар кстати нет 57 килограмм. Вот они желают его ввести. Так что скорее всего это истинно. Будем рады себе угадать. Ну а что сам Шавкат Рахмонов за последнюю неделю он бросил вызов сам и получил вызов. Жаль только что это не топы полусреднего веса. Сам Шавкат готов поприветствовать в полусреднем весе бывшего претендента на временный титул в среднем весе Келвина Гастеллума. У Келвина громкое имя ему всего 31, но он бьется в UFC больше 10 лет. С щеглом пришел. Вот так мало торчит. Зеленый совсем. Да ну говорит ой-ой-ой. Молодой что ты? Главный бой Келвин провел в 19-м году, когда потрепал Израэль и Одессанию, но упустил шанс стать временным чемпионом. По габаритам Келвин конечно же никакой не средний вес. Он начинал в полусреднем весе, но поднялся выше из-за разгильдяйства. Провалил несколько взвешиваний и так достал Дану Уайта, что тот ему запретил оставаться в 77 килограммах. У Келвина есть весомые победы над экс-чемпионами Джонни Хендриксом, Виктором Белфортом и Майклом Биспингом. Да, они все были на спаде. Победа над Белфортом и вовсе была отменена, потому что Келвин что-то там пыхнул запрещенное до боя. А не проводите бой Келвина в чу? Вообще не выйдет Джон. Экс-чемпионом Гастелум тоже проигрывал Тайрону Вудли, Крису Вайдману и Роберту Уэйтакеру. Главный плюс Келвина у него есть громкое имя. Пять раз возглавлял турниры из минусов. Он не в рейтинге, может быть крупнее в бою. Ну и форма у Гастелума такая, что некоторых фанатов может не впечатлить победы над ним. Пять поражений в семи последних боях. Келвин пока не ответил на вызов в Шавкат. Ну а вызов Шавкату кинул средний вес Хуакин Бакли, вы его точно знаете. Это автор самого вирусного нокаута в истории UFC. Ну тут, короче, можно сильно не обсуждать. Хайпует Хуакин, он даже не в рейтинге и в UFC середнячок. Чередует поражения с победами. Короче, такой бой нахер не нужен. Сам Шавкат сейчас находится на сборах в Северной Осетии. Вместе со своей командой Дартим и тренером по борьбе Эдуардом Базровым. Успели потренироваться и с олимпийскими чемпионами. Например, Заурбеком Седаковым. В Осетии хорошие новости получил Асу Алмабаев. 5 августа Асу проведет свой первый бой в UFC соперник-американец Оди Осборн. Про него мы сделаем отдельный выпуск. 31-летний Осборн попал в UFC через шоу претендентов Даны Уайта. И его карьера будто списана с Жалгаса Жумагулова. Аж 4 общих соперника. Это Чарльз Джонсон, Джером Ривера, Манель Капе и Тайсон Нем. В UFC у Осборна статистика 4-3. Побеждал Риверу Джонсона, Сиджея Вергару и Заруха Адашева из Узбекистана. Проигрывал Капе Нему и Брайану Келлихеру. В обычной жизни Осборн работает помощником учителя. На сегодня все. За всеми событиями казахстанского спорта мы оперативно следим через телеграм и инстаграм спорта Шрёдингера. Ссылки на них лежат в описании. В инсте все никак не можем сделать 60к. Может вы нам поможете по-братски. Алга Казахстан. Рыбакина затащит Ролан Горос. Барыси когда-то будут лидерами казахстанцы. Шавкат найдет себе топового соперника. Асу станет тоже топом UFC. Мы победим, а они победят. Пока.